Антон, а девочки-то твои в шоу-бизнес пойдут? Ой, Женька, сложный вопрос. Надеюсь, что нет. Ну как с такими генами? С такой фамилией? Ну, я думаю, что сейчас многое меняется. И, в общем, для них, хотя... Ну, они все разные, и... Как-то не знаю. Нет. Ну кем они будут? Ты думаешь об этом? Или тебя это вообще не волнует? Старший честно пытался разрушить бизнес Делоса в Нью-Йорке, и, видимо, этому удалось. С помощью урагана Сэнди? За 10 месяцев он работал официантом в ресторане Пурс. Да, честно, честно, 10 месяцев в Нью-Йорке. Андрей знал, да, что это? Да, естественно, знал. Опигеть. Это потрясающе. Это, что называется, ген. Притом ему это нравится, и он считает, что это его призвание. Это какая-то дедовщина просто. Ну, хорошо, окей. Дальше... То есть он пошел туда, в Пушкин, в Нью-Йоркский, как школу пройти? Ну, почему нет? Он до этого, до Пушкина он работал в другом заведении. Тоже в Америке? Да, тоже год подрабатывал, зарабатывал деньги таким образом. Нет, ему это нравится просто. Ему по каким-то причинам это нравится. Средняя, слава богу, пока занята совсем другими. Она учится и... На кого? Знаешь, это... Она училась в такой одиозном месте под названием Мэш. И... Нет, нет, нет. Отец точно не участвовал. Наверняка были какие-то, может быть, примеры со стороны мамы, но не... То есть никто не настаивал. Тем не менее, она поехала, и она уже второй год, честно, ну, там, на выходные там мы видимся, но пять дней в неделю она учится и учится. Мелкие, вот, пошли в интернациональную школу и... В Париже? В Париже, да. А что за интернациональная школа? Ну, там просто первый английский, потому что... Ну, им что-то показалось, что французский они так или иначе доберут, если будут там жить, а английский мне как-то так, ну, больше, больше понятнее, и потом непонятно, перемещения разные, знаешь, как, не везде говорят по-французски, ну, как-то так, мне показалось, что это более правильно. С дедушку-то они видят? Ты знаешь, да, и они... Олег Павлович, туда приезжают или ты сюда привозишь? Нет, нет, они сюда приезжают, что-то такие, дни рождения какие-то мы устраиваем, и как раз в этом отношении я тут вот, фу, все, слава богу, и... Они получают друг от друга удовольствие. Вот, извини, вот Новый год вы где встречали? Ты знаешь, вот этот Новый год мы как раз встречали в горах, это вот исключение было из правил, а так в основном мы приезжаем, у нас традиционные, там, 15 декабря день рождения у самой мелкой, потом 22-го у меня у средний день рождения, поэтому так или иначе мы находимся здесь, и такие общие праздники сближают, ну, как, действительно, они видятся редко, но, тем не менее, не забывают друг друга и по-доброму относятся. Ну, во всяком случае, визуально нет ничего, чтобы говорила об обратном. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует...